Моссовет В котором были богатеи и была нищая хитровка Поэтому традиции Моссовета идут от первой русской революции Когда москвичи с оружием в руках против казачья Против наемных карателей, приехавших сюда, доказали свое право управлять своим городом Именно московское восстание пятого года, именно Моссовет пятого года Заставил тогда власть пойти на конституционные реформы Создать государственные думы Выпустить законы, которые смягчали гнет самодержавия И поэтому сегодня здесь демократический московский совет Продолжает старые и добрые традиции свободного города Москва Города, которому никакое начальство не будет указывать Как ему жить, как ему работать, как ему стоять на коленях Как ему платить или не платить по долгам этим буржуям Это очень важная для понимания традиция Здесь в этом зале собрались самые разные люди Здесь необязательно люди находятся левого взгляда Может быть кто-то не считает себя коммунистом Может быть кто-то, не знаю, считает себя каким-то человеком других взглядов Но безусловно все мы патриоты города И все мы прекрасно понимаем Все мы прекрасно понимаем Что группировка Собянина Который ощущает себя хозяином этого города Его заместители, о которых упоминалось Хуснулин, который ощущает себя хозяином каждого квадратного метра Каждого кирпичика в этом городе Не вы хозяева, а он хозяин Они хозяева Лексутов, который ощущает себя хозяин каждого метра На дорогах нашего города, по которым мы ездим Они-то с синими мигалочками своими По выделенкам нас обгоняют Когда мы часами ставим в пробках Так вот, пришло время вернуть власть москвичам Это наш лозунг Власть в Москве Власть в Москве А не начальникам, которые пришли в Москву Набивать свою машину Зарабатывать деньги И обеспечивать будущее своих детей и своих внуков Сегодня мы можем обсуждать Проблему дольщиков Это очень болезненная проблема Которая по всей стране стоит Очень остро Люди обмануты Люди, естественно, переживают Естественно, люди не обязаны быть Когда у них отбирают квартиры Деньги, которые они дают За квартиры коммунистами Это не партийный вопрос, товарищи Это вопрос чисто человеческий Конечно, я уверен, что товарищ Кумин Решит вопрос дольщиков Не будет такого Капитал Разнузданный капитал Обнаглевший капитал Капитал, привыкший грабить Капитал, который в правой руке имеет силовика Который всегда прикроет этого капиталиста Уведет его от законной, судебной и уголовной расправы В левой руке имеет финансиста Чтобы можно было деньги вывезти в офшоры На Кайманово острова и так далее Этому капиталу Вадим Кумин и Моссовет Мы все положим в Москве предел Это наша задача На ближайшие два месяца Вот что такое Моссовет Моссовет это еще не просто Собраться в этом зале Моссовет Это из этого зала Должно растечься по всей Москве По аккаунтам в социальных сетях Я прошу всех присутствующих Кто здесь находится Написать посты в своих социальных сетях Обязательно выложить видео Не ленитесь это делать Это борьба Это борьба, которая должна идти каждый день Каждую минуту, каждую секунду Это борьба, которая не терпит пауз Потому что против нас работают Банды опытных политтехнологов За огромные деньги Против нас брошены все медиа Вспомним зимнюю кампанию Когда народному кандидату Павлу Грудинину Кандидату, поддержанному всем народом Мы видели популярность Павла Николаевича Как его не давали время на федеральных СМИ Как откровенно поливали грязью И лгали в отношении Грудинина На федеральных каналах Как приводили в эфир Федеральных дебатов Президентских Посторонних людей Это все им сходило с рук Компания будет предельно грязной Они боятся Капитал боится москвичей Капитал боится Москвы Потому что капитал относится к Москве Как к своей добыче Вырвем эту добычу Из рук капитала И отдадим Москву народу Это наш лозунг Вы люди разных взглядов Совет объединяет всех Мы за свободные советы Совет это реальный голос народа Но выйдя из этого зала Пожалуйста Чувствуйте себя волонтерами И членами свободного совета Рассказывайте людям Агитируйте Пишите Не останавливайтесь Борьба предстоит очень серьезная Я заканчиваю товарищи Чтобы не утомлять вас Я поддерживаю призыв моего друга Захара Прилепина Моего боевого товарища Я тоже был на Донбассе с первых дней Видел, как захватывали Верховный Совет Как вешали знамя на памятник Ленина в Донецке Видел, как захватывали здание СБУ в Луганске Был там внутри Знал Алексея Мозгового, Павла Дремова Многих других бойцов живых И уже, к сожалению, мертвых, сражавшихся за народную свободу Опыт Донецкого Совета Для меня тоже имеет огромную роль Почему у него не получилось до конца Как хотелось Потому что в какой-то момент Начались разногласия В какой-то момент начались разные Как бы Такие Попытки Навязать свою правду другим Давайте держаться вместе, единым Я поддерживаю предложение Захара Объявить современный Сражающийся народный Донецк Побратима Москвы Я прошу Вадима Кумина Внести это в программу Обязательно предвыборную левых сил Товарищи, мы победим, если мы будем бороться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok